Привет, все мои друзья! С вами самый душевный блогер! И сейчас мы будем пить самый душевный напиток с самым душевным и сладким вкусом. Ягуар! Для самых душевных блогеров. Короче, вот этот ягуар, он теперь так же как Ягуар Лайт, называется Ягуар Перфект. То есть раньше назывался просто Ягуар, а сейчас Ягуар Перфект, и у него 7% в алкоголе. Раньше в Лайте было 5, сейчас там тоже стало 7. И теперь называется Ягуар Лайт Перфект, и лапа немножко по-другому выглядит. Вот, то есть что-то они там поменяли. Но вот у меня есть банка Ягуар Лайт и Ягуар Лайт Перфект. То есть я могу взять две банки, сравнить состав, что там вообще поменялось. Но черного Ягуара оригинального у меня нету, старые банки. И возможно их уже в продаже нигде нету. Поэтому я не могу почитать, выяснить в чем там разница. Но я думаю то, что небольшая разница есть. То есть то, что в Лайте, то и тут, просто этот покрепче должен быть по идее, чем Лайт. А получается, что тут 7 и там 7. Так что я не знаю в чем разница-то. Теперь. Так что давайте сейчас мы попьем его. Запах остался тот же. Прям чувствуешь запах, и прям сразу душа радуется. Прям, ох, душевный напиток. Для душевных блогеров. И для душевных геймеров. Такого цвета, как чай. А чай, это тоже душевный напиток, правильно? Вот. Чай надо всегда пить с душой. И когда ты пьешь, тебе прям душа радуется. Так и Ягуар. Знаете, по-моему, вкус такой же, как у черного Ягуара обычного. Никакой разницы я не чувствую. Но я его давно не пил. Но все равно его вкус я достаточно хорошо знаю, потому что было время, когда я его часто пил. Все равно душевно. Десять из десятью. Офигенно. Самый душевный напиток. А, бля, охуенно. Поставлю его на окно. И сейчас у меня еще кое-что есть. Чипсы лои с белой грибой со сметаной. Я их никогда особо-то не любил. Но за прошедшую неделю я их покупаю уже второй раз. Я их так часто никогда не покупал. То есть, в основном, я часто покупал с беконом и с шашлыком. Мои самые любимые. Вот. А эти чипсы я, наоборот, редко покупал. Вот. Сейчас мы их насыпем в мою специальную штучку. Которую я люблю все насыпать. Сейчас камеру немножко подвину. Вот это вот у меня свободное уже. А вон та вторая. Там печенье. Я кофе пью с печеньем. Вот у меня там печенье. Правда, уже закончилось. Видите, одни крошки там остались. О, печенюшки. Сейчас мы сюда душевно насыпем. Все надо делать с душой. Правильно? Правильно. Вот так. Надо даже еще чуть-чуть по брыжи подвинуть. Отдыхает моя PlayStation. Я сегодня в Dead Space 2 немножко поиграл. Вот. Ёб-та, бля. Чипсы откроем. Вот они. Душевные чипсы. И насыпем. Что они плохо выходят. Просто стараюсь мимо не просыпать. Вроде ничего не просыпал. Смотрите, как получилось. Аккуратненько. Супер. Я говорю, главное все делать с душой. Тогда получается все хорошо. И красиво. О. Все-таки одну просыпал. Ладно. Ничего страшного. Нет, там еще осталось. Чуть-чуть. Они в углу спрятались. Мы сейчас их из угла вытащим. О, слышали как они? Упали. Все, пачка пустая, отправляется на помойку. Теперь мы их покушаем. Я выпил ягуар и уже озверел. Все, камеру съем. И всех зрителей. Не бойтесь, я не съем. Ну что, давайте душевно закусим. Мы же выпили, теперь нужно закусить. Обязательно. Есть такой небольшой вкус грибов, сука. Упала. Неудобно сделано, нужно еще повыше поднять. Видите, у меня камера, как ее можно поднять? Вот так высоко, вот так вот опустить. Можно вот так поднять, можно опустить. И хорошая камера. По-разному можно поднять и опустить. По-разному. С эти чипсы, у них такой небольшой вкус грибов есть, но особо-то уж прям ярко выраженного вкуса грибов нет. И сметаны тоже не особо. Не знаю. Лично сейчас мне они как-то нравятся 50 на 50. Достаточно приятные, хорошие чипсы, но хотелось бы, чтобы было больше вкус грибов. Вот, например, почему я люблю чипсы с шашлыком и с беконом на 10 из 10? Потому что там реально вкус шашлыка или вкус бекона. Они прям душистые такие. Душистые, душистые. Вкусные, вкусные. А у этих не особо вкус грибов чувствуется. Поэтому 5.50 на 50. Более-менее. Тоже. Все чипсы хорошие. Истрелла. Истреллу я редко покупаю. Мне нравилась истрелла с лососем. Очень вкусная. Да, эти чипсы как-то 50 на 50. Я особо от них-то не в восторге. Не знаю. Приперло меня что-то. За одну неделю второй раз ем. Что-то со мной не то. Все, давайте еще немножко глотнем душевного нашего напитка. Интересно, а если ягуар добавить в чай, какой будет вкус? Ох, надо будет попробовать потом. Черная смерть. Черная, черная смерть. Зато душевно. Лучше умереть душевно, чем в муках. Так. Выпил и чудную баночку ягуара. Душевно посидел. Потом... И умер. Зато кайфанул. Как говорят, то, что ягуар почему считают плохим напитком? Потому что давно уже выяснили то, что там много всяких вредных компонентов. И, кстати, ягуар запрещен во многих странах. Его не продают во многих странах. То, что там вредные компоненты, которые таким образом действуют на тебя. На самом деле страшно представить это. То, что... Ну, химия, от которой у тебя внутренние органы отказывать начинают. То есть вредно действует. Отказывать начинают разлагаться или еще что. То есть организм постепенно умирает от этого. От вот этой химии. Вот. Представляете? Я вот все время сравниваю с курильщиками. Потому что это тоже яд. Курение это тоже яд. Когда они курят, они отравляют легкие. У них дым. То есть когда мы пьем, мы глотаем, у нас идет по пищеводу. Во-первых, у нас во рту сначала проходит через рот. У нас отравляется рот. У нас идет все по пищеводу вниз в живот. У нас в животе это все. Переваривается. Ходит в кровь. А когда люди курят, они также пропускают через себя. Но это у них идет в легкие. И вместо того, что у нас в животе оседает вот эта вот дрянь, да. А табачный дым, он оседает в легких. И плюс они еще выдыхают его через нос или через рот. То есть это все тоже поражается. То есть как бы вот такие напитки, они так же поражают организм, как и алкоголь. У меня почти все знакомые курят. Мало кто пьет такие напитки, но в основном все курят. Так что я в принципе думаю это одинаково. Так почему тогда табак не запрещают? Потому что это огромный бизнес. Люди огромные деньги получают, продавая сигареты. А люди, которые курят, они огромные деньги тратят, когда они покупают сигареты. Поэтому я считаю, что это так же вредно. Это тоже проникает внутрь, тоже тебя изнутри разъедает, разлагает тебя. Так же. Поэтому я считаю, что ягуар ничем не хуже и ничем не лучше в этом смысле сигарет. Но курильщики курят, потому что им нравится, например, Володь. Курит же. Нравится. Но я сам не курил, я не знаю. Но им нравится курить. Им нравится какой-то вкус, запах. А мне нравится пить такие напитки. То же самое. Это все, как говорится. О, у меня отрыжка душевная. Лучше прожить коротко, но весело, но хорошо, чем прожить долго, но скучно. Поэтому я лучше буду пить эти банки. Лучше буду пить их с душой, веселиться. Мне будет приятно, хорошо, но я проживу мало. Чем я эти банки пить не буду, буду просто так сидеть, унывать, горевать, никакого кайфа и медленно будь тянуться жить. Правильно. Ну вот. Так что. Хороший вкус, душевный вкус, супер вкус, ягуар. Блядь, и душевно. Извиняюсь. Я вырвался, душевно. Это прям душа поет, прям она выпускает все на наружу. Так что. Я сейчас еще... Сейчас Фил, DSP проходит GTA 4. Я еще где-то половину посмотрел. Даже вроде чуть меньше. И вот я сейчас буду смотреть. Мне игра не очень нравится, мне больше всего нравится Vice City San Andreas. А это самая четвертая часть, не особо. Это окошко моей камеры, то что я снимаю, я вижу. Вот, мы сейчас его уберем. И вот GTA 4. Вот, у него сейчас тут 38-я часть. Едет куда-то на машине на очередную эмиссию. Ночь. А, Литтл Джейкоб. Вот этот Литтл Джейкоб. Вообще он так говорит, что его не хрен поймешь, приходится субтитры читать. Даже сам Фил говорит, что он... Этот Литтл Джейкоб так говорит, таким акцентом, что сложно его понять. Кто-то он поехал не по дороге, а куда-то, смотрите. Через какую-то жопу поехал. Фак. О, приехал на место. Не знаю, я не проходил четвертую часть, я не знаю, что это за миссия. Кто проходил, вы сейчас узнаете. Ха-ха-ха. Вот этот прикольный. Ха-ха-ха. Йо, Ника, мэ. Не, ну, прикольные тут заставки персонажа, прикольные. Ну, сам Андрес, там про негров тоже прикольно. Да, оператор, оператор. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не, ну прикольный, конечно. Вообще, я, блядь, не разбираюсь в этих метросексуал и гетросексуалы. Да, да, да. В общем, короче, буду смотреть. О, уже день настал. Да, типа игра перемещает тачки. Идешь, оставляешь в одном месте, потом возвращаешься, а тачка в другом месте стоит. Ну ладно. В общем, короче, это, буквально, блин, да. Сейчас буду пить, короче, ягу дальше есть, чипсы душевно. Смотрите, душевные. В общем, все душевно, все хорошо, ой, как приятно. И у меня еще есть, короче, ну, напиток еще один, который я в другом видео выпью. То есть, сегодня я уже его пить не буду, сегодня я пью ягуар. Но у меня есть еще один напиток, я его, наверное, выпью завтра и сделаю на него тоже обзор. И тоже покажу вам, мои друзья, так что. Косточки хрустят. Так что с вами был душевный видеоблогер Толян. Всем всего хорошего. И пока. Говорят, Редбул окрыляет. А меня ягуар окрылил. У меня выросли маленькие крылья на голове, и я улетаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова